Всем привет! Апдейт по Shadow после первого семестра. В общем, я выжил, меня не отчислили пока что, хотя у меня есть некоторый шанс. Я сдал три предмета. Алгоритмы, плюсы и теория вероятности. Сдал их все на пятерки. И алгоритмы, и плюсы, и теория вероятности. Но есть еще один предмет полусеместров, который я не сдал совсем, я его не сдавал даже. И это линейная алкета. У меня не хватило на него времени в принципе, поскольку нужно было работать в декабре. Да, еще иногда работать нужно. И увеличилась загрузка по алгоритму. Поэтому я отложил этот предмет до февраля. Кстати, если я до февраля его не сдам, то я вылечу из шада, или мне нужно будет брать академ. И я могу сдать его теперь только на зачет, то есть на тройку, потому что я не сдал его в дедлайн. Но это не страшно, я специально к этому готовился, поскольку я хочу поглубже разобраться в предмете, а не пытаться в последнюю ночь каким-то образом все это закрыть. И толком ничего не понял. Поэтому с линалом я буду бороться до первого февраля. А начало занятий будет какого-то там один стопа. Что мне больше всего понравилось в шаде за первый семестр? Больше всего мне понравилось Code Review. Это когда профессиональный разработчик, очень крутой профессиональный разработчик из Яндекса, берет и смотрит на твой код на плюсах, например, ну, можно на другом языке, и говорит, где ему что нравится, а чаще, где ему что не нравится. И после 50 комментариев и 8 итераций из твоего кода, который до этого был больше похож на какой-то shit-код или вообще что-то непонятное, появляется, но что-то более-менее приличное. Вот таких ревью у меня было три. Мне пришлось сильно пересмотреть свой подход к написанию кода и вообще как это правильно делается людьми, которые разбираются. Но это дало огромный эффект для меня с точки зрения понимания того, как пишет нормальный код, а как пишет хреновый код. Например, как избавляться от дублирования кода в различных местах, как использовать различные паттерны программирования, как использовать различные шаблоны, как написать тот же обход в глубину, но используя, например, визиторы, паттерн программирования, за счет которого твой код становится более универсальным. В отличие от моего первого подхода, где мой код мог решать только одну конкретную задачу, чуть задача изменится, код нужно переписывать с нуля. Теперь же мой код более гибкий, его чуть-чуть изменишь под новые задачи, и он работает. Вот это вещи меня научили на CodeReview. Это было очень круто, мне кажется, это было самое ценное, что я получил на занятиях в Шаде. Не очень мне понравились в Шаде лекции, не потому что преподы плохие, преподы офигенные, и рассказывают очень здорово, но потому что смотреть не очень удобно. Обычно аудитория не очень большая, а людей много. И бывало даже такое, что я чуть опаздывал на лекцию, все места были заняты, я стоял в конце, а еще передо мной стояла огромная колонна, за которой я почти ничего не видел, но я приходил стоять и то влево, то вправо нагибаться, чтобы что-то увидеть. Такой фичи нет у записи видео, поэтому я в конце некоторой лекции начал смотреть на видео и понял, что в этом, конечно, огромный плюс по сравнению с посещением лекций вживую. Вопросы задать нельзя, конечно, но всегда есть телеграм-чат, в котором преподаватель очень быстро и очень подробно отвечает, поэтому необходимости ездить на занятия в принципе не было. Мои цели на следующий семестр. Изначально я хотел сдавать алгоритмы вторую часть и плюсы вторую часть, два, возможно, самых хардкорных курсов второго семестра, но которые реально вправляют мозги с точки зрения разработки, и ты становишься практически другим человеком. Конечно, все говорят, какие-то крутые и сложные курсы, как там ты умираешь, но как ты потом преображаешься, и мне очень хотелось на них пойти. Но потом я понял, что это не соответствует моим целям в Афлес. А цель в Афлес – это автоматизировать наши тесты, и потом анализировать данные, которые мы собираем на тестах. По сути, начинать применять какой-то простой анализ, а потом и машинное обучение в рамках Афлес. Плюсы мне здесь не то чтобы сильно помогут, потому что на них писать сложнее, и при этом у нас не такая большая загрузка, чтобы писать супербыстрый, суперэффективный код на плюсах. Достаточно и питона. Поэтому в следующем семестре, как мне не грустно расстаться с алгоритмами и с плюсами, я решил, что эффективнее будет взять питон и статистику для машинного обучения, вместе с основным обязательным курсом машинного обучения. И им, соответственно, я подсвечу следующий семестр. Скорее всего, я буду опять брать только два курса в течение семестра, а третий доздавать летом, как я делаю сленал. Ну, просто для того, чтобы распределить время и убедиться, что я достаточно времени инвестирую в работу, а не только в учебу. Так, ну пока все. Больше новостей по шаду нет. Если что-то интересно, пишите в комментариях, с радостью вам отвечу. И еще обязательно посмотрите стрим со Стасом Федотовым о шаде. Он рассказывает очень интересные вещи про шад с позиции куратора. То, что я не знаю, в чем я не разбираюсь, поскольку я все на всю студент. Смотрите, задавайте вопросы, я думаю, что вам будет интересно. Спасибо и до связи!